В сквере на улице Константина Иванова в Чебоксарах началась реконструкция. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В Чебоксарах планируется обновить 28 площадок, дворы, парки, другие общественные места. Однако сквер Константина Иванова территория особая. Это исторический центр города, при этом практически не изученная. Историки, специалисты по сохранению культурного наследия, краеведы всерьез беспокоены, что работы ведутся без их участия. Целый сосуд мы видим. Не просто так целый сосуд, а сосуд, обмотанный берестой. Вот видите, береста. Вот она здесь. То есть получается вот целый сосуд. Ну обидно, конечно, что история города под ковшой эскаватор просто исчезает, гибнет. Когда-то на этом месте стоял Никольский монастырь, в котором была захоронена бабушка первого русского царя из династии Романовых. Несколько лет назад здесь проводились раскопки. Точечные. Историки вскрыли собственное место захоронения. Остальная часть сквера была под асфальтом. И ученые очень надеялись, что при проведении реконструкции они получат к ней доступ. Но приехав сегодня, обнаружили, что культурный слой нарушен. Вся земля, вынутая из глубины 2,5 метра, перемешана. И в этой куче попадаются фрагменты керамики, старинного кирпича, бутового камня и даже человеческих останков. Человеческая кость, вероятно, молодого человека, поскольку мы видим непреросшие эпифизы, до 20 лет, но может быть чуть больше 20. Вероятно, это погребение, часть кладбища церковного, которое существовало при Николаевском соборе. И вот эта территория, где сейчас ввели строительные работы, это территория кладбища древнего. Археологи не коллекционеры. Их интересуют не столько артефакты, сколько их расположение в культурном слое, привязка к местности. Тогда можно делать выводы, подтверждать или опровергать исторические версии. Мы бы поняли историю этого места. Мы знаем, что здесь был Никольский монастырь до строительства сквера. Мы знаем, что до этого здесь должен быть еще более древний город, то есть дорусский город, который был основан и заселен болгаро-чувашским, такое условное историческое наименование, населением. То есть здесь надо искать истоки вообще даже чувашского народа, если хотите. И мы также знаем интересные факты из прошлых раскопок, раскопок прошлых лет. Здесь есть материал до 16 века. И даже кирпич золотардынского времени и строительная керамика. О том, что строительство и благоустройство в исторической части запрещено, речи не идет. На смену старому всегда приходит новое, и это нормально. Тем более, что в начале 20 века, во время сноса монастыря, эта территория и так пострадала. Но вскрытые сегодня слои гораздо глубже, а значит интереснее. Буквально прямо сейчас, и для этого даже не нужно много средств, нужно сделать зачистку вот всей этой стенки и четко зафиксировать взаиморасположение слоев. И по находкам, которые вот уже вываливаются к нам в руки, понять, как они датируются. Особенно интересны вот эти кладки, слой пожара, несколько углубленных каких-то объектов, возможно, погребов, которые выявились в траншеи под фонарные столбы. И, конечно, вот это, вероятно, стена. Понятно, что строители, связанные обязательствами, зависят и от графика, и от погоды. Но это тот случай, когда необходимо правильно расставить приоритеты. Инвестиции в будущее не отменяют уважение к прошлому. Наверное, всегда должен быть какой-то компромисс. Просто, я считаю, в нашем понимании культурном, еще история, она недоценена. Вот это просто показывает. Когда происходит такой конфликт, не в пользу археологии, да, это просто говорит, что мы еще пока недозрели культурные, не понимаем этой ценности. Только одна проблема, когда наши потомки до этого дойдут, уже будет поздно.